Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов и вот что случилось в нашем городе к этому часу. Без права на ошибку море не простило беспечности морякам, рыбакам и дайверам в Приморье. Разделяй и очищай. Приморье наконец включилось в раздельный бор мусора. Первый пункт открылся во Владивостоке на улице Бородинской. Наглядные пособия и повод задуматься о здоровье. В ТГМУ открылся современный музей анатомии человека. Также в выпуске «Свобода близко». В эти дни в Приморье выпускают белух, которые еще оставались в вольерах, бухты средние. Еще раз скажем. Столица в столице. В течение полугода в московском метро будет курсировать Дальневосточный экспресс. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. На водных объектах Приморского края закрывается навигация маломерных плавательных средств. Соответствующее распоряжение подписала первый вице-губернатор Вера Щербина. Как пояснили в Департаменте гражданской защиты Приморского края, в соответствии с распоряжением сезон завершится 15 ноября. Ограничение касается маломерных судов, подназорных Государственной инспекции по маломерным судам МЧС. Отметили специалисты, навигация на несудоходных внутренних водных объектах разрешена до периода ледостава. Море не прощает ошибок. Неслучайные профессии, связанные с морем, являются наиболее опасными. К происшествиям на воде владивостокцы, к сожалению, привыкли. За несколько месяцев в Приморье происходили возгорания и взрыв на судне. Пропадали рыбаки, найдено тело аквалангиста. На нынешней неделе продолжались поиски четырех рыбаков, вышедших из Владивостока на катере в Японское море. Судно «Спасатель Ковдейкин» ведущая поиск пропавших рыбаков так и не обнаружила. Хотя с самолета Бе-200 был замечен объект, похожий на плавсредство. О море ошибок, за которые дорого приходится платить, расскажем в нашей традиционной рубрике «Тема недели». Море не прощает ошибок, об этом знают все, выросшие на его берегах. Но происшествия, влекущие человеческие жертвы, происходят во Владивостоке с завидной регулярностью. Плохие новости приходят со всего Дальнего Востока. Первый крупный несчастный случай с плавсредством, приписанному к Владивостоку, произошел в сентябре этого года. Плавбаза Петр Житников компании «Дальморепродукт» загорелась в Тихом океане у Курильского острова Итуруп. Из 420 членов экипажа большинство эвакуировали, 63 человека остались тушить пожар. Это заняло несколько дней. Чудом обошлось без жертв. В октябре плавбазу отправили в Приморье. В результате прокурорской проверки были выявлены несоблюдения правил пожарной безопасности и безопасности мореплавания. В отношении капитана возбуждено дело об административном правонарушении. Судовладельцу вынесено представление. В октябре на грузовой палубе танкера «Залив Америка» произошел несчастный случай, который привел к гибели людей. Трех членов экипажа выбросило в море. Двое из них погибли, третий ушел под воду на глазах у других моряков и спасателей. За четыре дня тело мужчины так и не удалось найти. Искали водолазы, запускали глубоководный аппарат. 6 ноября поиски были официально прекращены. Судовладелец обязался выплатить семьям погибших по миллиону рублей. Кроме того, им положены страховые выплаты. Всего на судне было 12 человек. По версии следствия, в заливе находка возле мыса Остафьева на танкере произошел хлопок газовоздушной смеси. ЧП случилось на грузовой палубе в районе пятого танка. Горения не наблюдалось. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. В Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что угрозы ущерба экологии в бухте Находка из-за взрыва на нефтеналивном танкере не произошло. Разлива нефтепродуктов не допущено. В момент происшествия танкер стоял на рейде без груза в отсеках. Судно не получило серьезных повреждений и самостоятельно дошло в порт. А вот последствия любительской рыбалки. Продолжаются поиски четырех рыбаков, которые вышли на промысел в Ольгинском районе в субботу 26 октября. Ведут поиск самолет «Амфибия» БЕ-200, судно «Спасатель Ковдейкин» и гидрографические суда Тихоокеанского флота. Информация о пропаже рыбаков, отправившихся на промысел на моторной резиновой лодке в залив Владимира в Ольгинском районе, поступила 27 октября. Территорию поисковых работ расширили до Сахалина. Во вторник самолет обнаружил предположительно пропавшую перевернутую лодку, но подошедшее спасательное судно не смогло ее найти. По информации Приморского гидрометцентра, высота волны в юго-восточном направлении от поселка Ольга, где ведутся поиски, всю неделю составляет до двух метров. 25 октября в районе залива Пассиет прибило скелет в гидрокостюме. Обнаружившие его местные жители известили правоохранительные органы. Личность мужчины предварительно установлена. Им оказался пропавший в феврале 2019 года во время ныряния с аквалангом 44-летний мужчина. Напомним, в прошлом году в Лазовском районе ушел в одиночку купаться и не вернулся опытный фридайвер Роман Фадеев. Он работал с млекопитающими в Приморском океанариуме. Начинаем эту работу, у нас много чего не получать. Маленькая видимость, к сожалению. Вот это больше всего расстраивает. Море не прощает ошибок, и это не зависит от того, о чем идет речь. Отдельном пловце, небольшой резиновой лодке или огромном танкере. Ведь результатом ошибки здесь всегда становится человеческая жизнь. Светлана Садовая, Новости на Восьмом. В эти дни в Приморье выпускают белух, которые еще оставались в вольерах бухты Средняя под находкой. Судно профессор Кагановский с морскими млекопитающими из китовой тюрьмы на борту уже прибыло в бухту Успения у Лазовского заповедника, где животных будут выпускать на свободу. Погрузка началась во вторник утром. Всего за два дня на судно поместили 19 белух. В четверг погрузку не вели из-за непогоды. Научно-исследовательское судно сопроводил пограничный корабль. Инспекторская группа провела осмотр водной акватории на предмет наличия сетей, браконьерских орудий лова и маломерных плавсредств КНДР. Ранее экологи высказывали опасения, что в акватории Лазовского заповедника, где проходит выпуск, орудуют северокорейские браконьеры, которые могут навредить животным. В настоящее время идет погрузка морских животных на научно-исследовательское судно профессор Кагановский. По словам специалистов, состояние животных хорошее. Белухи готовы к возвращению в естественную среду обитания. Напомним, последних 50 белух решили выпустить не в Охотское, а в Японское море из-за сложности и дороговизны транспортировки, а также учитывая погодные условия. Последнюю партию белух оставшихся в китовой тюрьме в Приморье повезут на двух судах. В бухте Срения началась погрузка следующих 14 животных на научно-исследовательское судно «Зодиак», которым затем отправится в бухту Успения. После возвращения профессора Кагановского в бухту, ориентировочно в субботу 9 ноября, оставшаяся партия белух будет загружена и транспортирована к месту выпуска у берегов Лазовского заповедника. Первый пункт по раздельному сбору мусора открылся во Владивостоке по адресу Бородинская, 28, на территории бывшего мусоросжигательного завода. Пункт работает с 18 до 19.30 в рабочие дни, с 10 утра до 15 часов в выходные. Сортировка и глубокая переработка отходов используется во всех странах мира. Приморье, наконец, также включилось в эту работу. Важную роль в этом процессе играют граждане. Переработка и сортировка мусора – единственный цивилизованный способ обращения с отходами. Без этого ресурсы, извлеченные из недр, выпадают из производственного цикла. Как сортировать мусор и зачем это делать, я расскажу прямо сейчас. Сортировка отходов – трудоемкий процесс. При этом на многих мусороперерабатывающих предприятиях он до сих пор осуществляется вручную. На вторичную переработку идет пластик, полиэтилен, картон, бумага, резина, запчасти от бытовой техники. Чтобы не держать дома несколько мусорных ведер, стоит складывать вместе макулатуру и пластик, стекло и алюминий, а на пункте приема уже рассортировать их. Перед тем, как отправить мусор на сортировку, его нужно подготовить. Например, пластиковые бутылки. Неважно, какого они цвета – зеленые или прозрачные, синие или голубые. Главное, чтобы с бутылки была снята этикетка и крышка. А сюда мы выкидываем крышки. На пункте сортировки мусора, пока что единственном во Владивостоке, вам помогут в обращении с отходами и покажут, в какие контейнеры разместить. Кроме того, в пункте установлен специальный информационный стенд, благодаря которому жители могут узнать о важности раздельного сбора мусора, а также о переработке вторичного сырья. Мы направляем это к себе на сортировочный комплекс, где происходит подпрессовка, то есть разделение уже более глубокое, подпрессовка вот этих отходов. И все поступает на склад готовой продукции. А со склада готовой продукции уже профильные компании, каждая, которая занимается своим направлением, то есть пластиковые отходы, отдельно отходы бумаги, бумаги картона, жестяные банки, алюминиевые банки. Каждое предприятие, которое специализируется на том или ином отходе, оно приезжает и забирает эти отходы уже к себе на глубокую переработку, где оно уже из отходов делает вторичное сырье, либо готовую продукцию. Бумага может быть переработана 5-7 раз. Из пластиковых бутылок делают ковровое покрытие, утеплитель, синтетические материалы для производства одежды и многое другое. Стекло может быть переработано неограниченное количество раз. Крупнейшее предприятие, которое работает на территории Приморского края, это картонный комбинат, наш уссурийский картонный комбинат. Они забирают картон, гофрокартон. Мы сотрудничаем также с хабаровскими компаниями по приему бумаги. Надеемся, что в ближайшее время в Приморском крае появится. Что касается полиэтиленовых отходов и пластика, это русская полимерная компания, тоже приморский переработчик. На сегодняшний день у нас не решен вопрос в Приморском крае по переработке стекла. Поэтому сейчас мы заготавливаем большие партии стекла и отправляем уже в центральную часть России для переработки на соответствующем предприятии. Электроника перерабатывается на компании Кастар Технологи. Она специализируется и на люминесцентных и ртуцодержащих лампах. Сегодня разрабатывается программа по внедрению раздельного сбора отходов непосредственно в домах. И со следующего года она будет поэтапно внедряться. В ближайшее время будет закуплено 20 тысяч контейнеров. Со второй половины 2020 года будут закупаться контейнеры для раздельного сбора мусора. Но собственники многоквартирных домов могут не ждать у моря погоды и самостоятельно установить себе подобные контейнеры. Для этого необходимо принять решение на общем собрании собственников, а затем обратиться в компанию-оператор для заключения договора о вывозе отходов. По нацпроекту «Экология» к 2024 году 60% мусора в Приморском крае должно идти через сортировку, а 13% – через глубокую переработку, производство вторсырья и готовой продукции. И важно понимать, что успех данного проекта зависит от каждого из нас. Сделать нашу страну чище и цивилизованней можем только мы. Приморцам необходимо оплатить налоги до 2 декабря. Жители края могут оплатить налоги в наличной форме, по интернету и через специальное мобильное приложение. Как отметили специалисты УФНС России по Приморскому краю, с этого года отдельные квитанции для оплаты физлицам налоговых начислений не формируются. Учитывая, что 1 декабря приходится на воскресенье, уплатить имущественные налоги за 2018 год необходимо не позднее 2 декабря 2019 года. Оплату можно произвести как в наличной, так и безналичной форме через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика», расположенный на сайте ФНС России. Также с помощью мобильного приложения «Личный кабинет налогоплательщика» для физических лиц. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой Слава герою! Во Владивостоке торжественно открыли памятник легендарному разведчику Рихарду Зорге. Наглядные пособия и повод задуматься о здоровье. В ТГМУ открылся современный музей анатомии человека. Столица в столице! В течение полугода в московском метро будет курсировать Дальневосточный экспресс. Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? «Планета безопасности» ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром «На даче все в порядке». Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Слава герою! Во Владивостоке торжественно открыли памятник легендарному разведчику Рихарду Зорге. Наглядные пособия и повод задуматься о здоровье. В ТГМУ открылся современный музей анатомии человека. Столица в столице! В течение полугода в московском метро будет курсировать Дальневосточный экспресс. Во Владивостоке торжественно открыли памятник герою Советского Союза Рихарду Зорге. Скульптуру установили в районе дома номер 53 на проспекте Столетия Владивостока в сквере, который носит имя легендарного разведчика. Автор скульптуры Илья Топчий Рихард Зорге был тесно связан с Владивостоком, куда слал шифровки из Японии. Эти донесения позволили сделать вывод о том, что японцы не вступят в войну с СССР. И войска Красной Армии, находящиеся на Дальнем Востоке, были отправлены на помощь фронту под Москву. Сам Рихард Зорге в приморской столице бывал дважды в 1926 и в 1935 годах. Сегодня память о нем увековечена во Владивостоке. В ноябре 2012 года на месте будущего памятника был заложен камень. Сейчас он передан в школу номер 52, которая расположена неподалеку. На торжественном открытии памятника собрались представители городской администрации, законодательного собрания и Думы Владивостока, ветераны, общественники, почетные жители города, студенты, юноармейцы. Заметно преобразился и сам сквер. Здесь заасфальтировали дорожки, обустроили клумбы, установили новые скамейки. Для горожан появилась еще одна комфортная зона отдыха. В медицинском университете Владивостока открылся современный музей анатомии человека. Он позволит студентам-медикам изучать особенности человеческого тела и его патологии на качественно новом уровне. Музей уже стал одним из лучших в России. Он содержит более 400 анатомических препаратов. Подготовку музея заняло около года. Все шкафы сделаны из специального, не бьющегося стекла. Подсветка улучшает обзорность. Нагрузку они выдерживают тоже очень высокую, поскольку внутри стоят тяжелые препараты в банках, заполненных жидкостью. Будет ли музей открыт для всех желающих впоследствии, пока неизвестно. К слову, анатомический музей – это еще и своеобразная проверка абитуриентов на профпригодность. В день открытых дверей в ТГМУ на экспонаты посмотрела и наша съемочная группа. Подробнее расскажет Дмитрий Беломеснов. С 1991 года Медицинский университет собирает необычную коллекцию для анатомического музея. Здесь в Формолине хранятся человеческие органы, пораженные болезнями, а также мертворожденные младенцы с аномалиями развития. Здесь собрано все исключительно из Приморского края. Все заболевания, все изменения внутриутробные. Причем здесь не только заболевания инфекционные, но и такие, как опухоль, заболевания сердца, почек, а также органы, взятые прижизненно и при аутопсии. Почему для студентов это важно? Потому что студенты приходят, они видят, как это выглядит, они могут связать это с клиникой, с чем мы им, естественно, помогаем. И уже лучше понять, как диагностировать тот или иной случай заболевания. Для школьников это своего рода проверка на профпригодность. Если будущему студенту при виде экспонатов становится некомфортно, возможно, медицина это не его. Диагнозы, которые в основном ставят часто людям, и мы считаем, что это что-то обыденное, и не придаем этому большого значения. Но когда смотришь на это вживую и понимаешь, что с тобой может, не дай бог, случиться именно такое, то ты полностью пересматриваешь всю свою жизнь и действительно задумаешься о том, что стоит обращать внимание на свой образ жизни и действительно следить за своим здоровьем. Посещение анатомического музея стало возможно благодаря Дню открытых дверей в ТГМУ. В этот раз формат новый. Если раньше был упор на теорию, сейчас на практику. Абитуриентам предлагают поучаствовать в некоторых исследованиях. Двери всех наших корпусов, наши лекционные залы, лаборатории, наш симуляционный центр, наши музеи, все сегодня для наших гостей. Медуниверситет в этот день посетило почти 2000 человек. И не только из Приморья, но и из других субъектов Дальнего Востока. Сегодня в крае не хватает врачей. Решить эту проблему совместно пытаются власти региона и ТГМУ. В университете работает система целевого набора. Ведь главная задача – привлечь в медицину как можно больше молодых кадров. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. 8 ноября на кольцевую линию московского метро выйдет специальный брендированный поезд «Дальневосточный экспресс». Все пассажиры которого смогут участвовать в непрерывной призовой викторине. По традиции, старт поезду даст полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Первый вагон поезда носит название «Приморье» и посвящен в том числе Владивостоку. Третий год подряд запуск «Дальневосточного экспресса» будет предварять череду мероприятий в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Как и в предыдущие годы, состоящий из 10 вагонов поезд насыщен познавательной и развлекательной интерактивной информацией. То, чего москвичи и гости города не знали до этого о Дальнем Востоке и его возможностях, можно будет почитать во время поездки на стенах вагонов. Исторические факты, заметки о туристических достопримечательностях, справки о гастрономических особенностях региона, сведения о крупных инвестиционных проектах в Дальневосточном гектаре и вакансиях. В вагоне «Приморье» будет работать зона селфи с изображением Дальневосточного леопарда, представленный Приморский океанариум, мосты Владивостока, форты Владивостокской крепости, маяки, остров Русский и многое другое. Планируется, что этот специализированный поезд будет курсировать по кольцевой линии в течение полугода. Легкоатлеты «Приморья» сошлись на первых в этом году соревнованиях в Манеже. Массовые старты собрали порядка 400 участников. Все это перспективная молодежь в возрасте до 15 лет. Спортсмены на этих состязаниях боролись не только за награды, но и за возможность представлять наш регион на выезде. Подробности расскажет Максим Яковлев. С началом заморозков легкоатлеты «Приморья» перешли в крытые помещения. Соревнования в Манежах – важная и неотъемлемая часть этого вида спорта. Одними из самых массовых стартов под крышей является состязание «Первая высота». Под таким названием вот уже несколько лет подряд во Владивостоке проходит борьба юных спортсменов со всего региона. У нас порядка 400 человек. Ну, это всегда самые трудные соревнования для нас, потому что народу действительно очень много. Тем более, как бы департамент идет навстречу и оплатил проживание. Это уже большая помощь для спортсменов и родителей. Усуриц, Артем, Фокина, Находка. То есть, в принципе, все города, которые вот у нас есть, они все привезли. На беговых дорожках и прыжковых зонах встречаются ребята в возрасте 12-15 лет. Все они представляют по большей части школы своих городов и сел. Многие молодые легкоатлеты приезжают на эти старты уже в течение нескольких лет. В целом, опыт у парней и девушек довольно богатый. Есть даже кандидаты в мастера спорта. Они, к слову, здесь развязывают основную борьбу не только за медали, но и за возможность представлять Приморье на первенстве Дальнего Востока. Ну, вообще, разумеется, как, наверное, любые спортсмены, хотелось личные результаты какие-то улучшить. Ну, и просто для меня лично это какой-то вызов, какое-то испытание. Как-то проверить стойкость духа своего. Ну, а я приехал сюда, хотел поставить, ну, третий разряд, второй. Ну, поставил третий взрослый разряд. Впереди зима, но легкоатлетов это не останавливает. Их ждет по-настоящему манежный сезон. Только за декабрь спортсмены успеют посоревноваться на первенстве общества «Динамо», на краевых стартах среди юношей, а также на чемпионате Приморья. Максим Яковлев, Андрей Толстихин. Новости спорта на Восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Без права на ошибку. Море не простило беспечности морякам, рыбакам и дайверам в Приморье. Свобода близко. В эти дни в Приморье выпускают белух, которые еще оставались в вольерах бухты средние. Разделяй и очищай. Приморье, наконец, включилось в раздельный сбор мусора. Первый пункт открылся во Владивостоке на улице Бородинской. Слава герою! Во Владивостоке торжественно открыли памятник легендарному разведчику Рихарду Зорге. Наглядное пособие и повод задуматься о здоровье. В ЦГМУ открылся современный музей анатомии человека. Столица в столице. В течение полугода на кольцевой линии московского метро будет курсировать Дальневосточный экспресс. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Главное – Владивосток. Главное – Владивосток.